Ребят, узел цеппелин или цеппелин, его еще называют. Один американский офицер, очень давно, который руководил командой дирижабля, когда только пошли дирижабли, он настоятельно хотел, чтобы завязывали именно этим узлом, цеппелином. Потому что ему нипочем попеременные нагрузки, и вот он хотел, чтобы его завязывали. И ходит слушок, что он прям требовал, чтобы вязали этот узел. Но, я почитал в Википедии, там говорит, что этому утверждению нельзя верить, потому что команда утверждала, что они пользовались, это уже дирижабля команда, она утверждала, что они пользовались стопорным узлом. Ну да ладно, это немного истории, как же он вяжется для соединения двух веревок. Смотрите, делаем такую петлю, видите, у нас снизу ходовой конец. Здесь делаем такую же обратно симметричную, то есть у нас сверху и направлено вверх. Ходовой конец сверху. И вот той, которая ходовой конец сверху, мы сверху и накладываем. Наложили, и хвостик, то есть ходовой конец, продеваем снизу. А с этой стороны хвостик, который снизу, продеваем его сверху. Подтягиваем все четыре стороны одновременно. Получается такой вот узел с названием цеппелин. Надежный узел. Похож на охотничий узел, но этот узел, именно цеппелин, какие бы вы нагрузки ему не давали, его легко всегда можно развязать руками, тем он и удобен. Он не затягивается и держит попеременные нагрузки. То есть он не развяжется, если хвостики мы оставляем положено как надо, он никогда не разрушится. Контрольные узлы не требуются. Ну вот такой вот узел. Некоторые ребята писали в комментариях, что вот, это самый лучший узел для связывания двух веревок и других узлов. Знать не нужно. Ну я с этим не согласен, но есть прям фанаты этого узла. Узел цеппелин. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...